Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники BioVet и в этом выпуске мы с вами поговорим о том, какой нормальный пульс должен быть у кошки и как правильно измерить пульс у кошки. Пульс это ритмичное расширение артериальных стенок, происходящее одновременно с сокращением сердечной мышцы. В этом выпуске мы разберемся, какова нормальная частота пульса у взрослых животных и у котят, а также выясним, как проверить пульс у кошки. Считается, что у взрослого здорового животного величина пульса колеблется от 100 до 140 ударов в минуту. При этом у крупных кошек пульс ниже, чем у мелких собратьев, а у самок показатель немного выше, чем у самцов. Пульс у котят всегда высок от 150 до 190 ударов, а пульс кошки в почтенном возрасте может быть ниже нормы. Иногда, чтобы не прозевать какое-то заболевание у своего питомца, достаточно просто вовремя измерить величину его пульса. Рассмотрим, как это делается. Проще всего животному ощутить пульсацию крупной бедренной артерии, нажав на внутреннюю сторону бедра, в паху, где ножка кошки соединяется с туловищем. Но тут отметим, что некоторые своенно равные питомцы не могут попросту позволить владельцу прикоснуться к паховой области. Иначе пульс у кота или у кошки или котенка можно измерить путем нажатия ладони на область грудины с левой стороны, там где можно ощутить сердечные толчки. Частота пульса у кошки обычно измеряется в течение одной минуты. Но как быть, если котик возмущается, вырывается, норовит укусить, шипит и так далее. Время измерения можно сократить вдвое или вчетверо. У агрессивного питомца время измерения можно сократить до 15 секунд, а потом попросту умножить полученную величину на 4. Выясняя, какова частота кошачьего пульса, важно помнить вот о чем. Подсчет пульса нужно проводить, когда животное максимально спокойно. У взволнованной кошки пульс всегда значительно выше нормы. Во время измерения владельцу ни в коем случае не следует кричать на кошку, бить или с силой сжимать ее. Это приведет к тому, что ее пульс резко подскачет вверх. Не стоит мерить пульс у спящего питомца. Момент сна ниже, чем момент бодрствования. Не нужно с большой силой давить на пах или грудь кошки. При сильном нажатии частоту пульса будет почитать довольно трудно. Какой пульс должен быть у кошки в норме, мы выяснили выше. А как быть, если частота пульса взрослой кошки превышает указанные пределы, переваливая за 150 ударов в минуту? Тогда можно смело говорить о тахикардии, патологическом увеличении частоты сокращения сердца. Это опасный недуг, который при отсутствии лечения может привести к серьезным проблемам. Ишемия, сердечные недостаточности, гипоксия, миокарда, отек у легких, общему ухудшению состояния организма. Если не обратиться за врачебной помощью вовремя, не исключен, к сожалению, летальный исход. Если пульс кошки постоянно повышен, следует как можно скорее навестить ветеринара. Специалист возьмет анализ крови и мочи животного, проведет электрокардиограмму и эхокардиограмму, а также при необходимости УЗИ органов грудины и брюшной полости. Лечение будет назначено после постановки точного диагноза, а вот от самолечения настоятельно рекомендуется воздержаться, чтобы не случилось непоправимое. Пахикардия или частый пульс это недуг опасный. Если пульс у кошки ниже нормы, это тоже плохо. Это приводит к сильной слабости, образованию тромбов. При таком ненуге внутренние органы плохо снабжаются кровью и быстро выходит из строя. Кроме того, еще и травма опасна, так как при пониженном пульсе животные часто теряют сознание. Избавить кошку от пониженного пульса можно в том случае, если будет определена причина низкого пульса. Для постановки правильного диагноза врач назначит задачу мочи и крови, а также проведение важных исследований, УЗИ, рентген и сердце, а также электрокардиограмму. На этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно, а также подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых и полезных видео в ветеринарной клинике МИОВЕД. Всем пока и до новых встреч!